Дома, которые управляются жителями, считаются самыми демократичными и прогрессивными. Но так ли это на самом деле? Жители этого многоквартирного дома в микрорайоне ДСК около года пытаются поменять руководителя ТСЖ. На нее заведено уголовное дело, идут судебные заседания. Но власть сменить не получается. Не все так просто. Предыдущий председатель царствовала 8 лет. Последние два года, правда, даже не отчитывалась перед жильцами о тратах, да и о проделанной работе. Были нарекания к ней и как к хозяйственнику. По этим вопросам и заведено уголовное дело. Жильцы решили власть сменить. Инициировали собрание собственников, решение приняли. Но не вышло. Теперь экс-председатель обжалует снятие с поста в суде. Председатель ТСЖ не считает себя обязанным предоставлять нам вообще какую-либо информацию. То есть за наши деньги мы не можем получить никакой информации. Ни устно по нашему запросу, ни по письменным нашим запросам. Она просто говорит, что да, я вам дам. Тянет время, неделя, две, три, месяц порой. Потом говорит, нет, не дам, вам правление отказало. Евгений Болтышев возглавляет ТСЖ, пока идут судебные. Вопросы и проблемы дома взял на себя. Приступить полностью к новым обязанностям, правда, пока не может. Экс-председатель оставила массу сложностей. Нелицеприятные были вещи. То есть в составе работников нашего ТСЖ были родственники нашего председателя, которые даже здесь не проживали. Но числились, получали, как бы получается, зарплату. Вот. И такая семейственность. Племянник, который здесь учился, он оказался, мы в шоке узнали, что он, оказывается, занимал должность у нас заместителя председателя и получал деньги. Пока участники ТСЖ разбираются, кто прав и кто виноват, страдают остальные жильцы. Проблемы дома с коммуникациями, крышей или ремонтом отходят на второй план. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы наше правление работало. И правление работало инициативно и качественно. А для этого оно должно быть полностью состоятельным само по себе. Вот мы надеемся, что судебные дела закончатся. И тогда наше правление будет работать в полную силу. И не случайно сейчас люди порой видят, как мы работаем во дворе, говорят спасибо. Председатель ТСЖ в теории слуга народа. Его назначает правление ТСЖ сроком на два года. И может поменять, если функции свои он выполняет плохо. Как, например, в случае с домом по адресу ДСК-3. Может быть, более десяти раз я просил, чтобы она пригласила меня на правление. Так как я не видел в лицо этих людей, чьи направления. И до сих пор я не знаю в лицо этих людей, которые она вписывала в бюллетни для голосования. Ни на один запрос я не получил ответ. То есть мои права, используя свое служебное положение, она грубо ущемляла. Поменять руководителя ТСЖ теоретически не проблема, рассказывает специалист в сфере ЖКХ, экономист Галина Варфоломеева. Но этот проблемный случай не единичный. Председатели с хлебной должности по-хорошему уходить не хотят. Но поменять его можно только путем перевыборов, либо внутри правления. То есть вот собрались вот эти вот избранные люди, допустим, их пять человек. И они решили поменять. Тогда они из своего состава избирают нового председателя. И для этого не нужно тогда никаких общих собраний. То есть просто поменялось внутри правления. Если же внутри правления нет у человека, который готов стать председателем, то встают вопросы переизбрания правления. А это уже опять общее собрание. Жители часто не соблюдают порядок уведомлений об общем собрании собственников или неправильно считают голоса. Необходимый кворум – это более 50% голосов от площади помещений. Человек обладает тем количеством голосов, какова у него жилплощадь. Собственник однокомнатной квартиры, он не равен по количеству голосов собственникам трехкомнатной квартиры. А уж если ситуация такая, что собственников трое на одну квартиру, то голоса тем более дробятся еще на трое. То есть фактически нужно с каждым собственником разговаривать, а у него может быть два голоса, а не 60%. Если процедура проведена верно, у председателя ТСЖ не будет ни одной возможности задержаться на посту дольше положенного. Единственная сложность в том, что, как правило, руководитель товарищества собственников и есть самый юридический и экономически подкованный в доме человек. Поэтому прежде чем затевать с ним войну, нужно подготовиться и подучиться. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.